Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. Ранним утром в мечетях Южного Урала верующие прочитали намаз и прослушали проповедь. После молитвы совершили обряд жертвоприношения. Нашему корреспонденту Дзили Адильше не удалось встретить праздник в кругу семьи. Она сегодня на работе. Я иду в гости к семье Гафаровых, чтобы вместе с ними встретить светлый праздник Курбан-Байрам. Нас встречает хозяйка дома Альбина. По исламской традиции мусульмане обязаны отвечать на приветствие, не используя меньше слов, чем тот, кто приветствовал первым. Солнце только-только встало, и глава семейства Илья Гафаров собирается в мечеть на праздничную молитву. Всевышний Аллах не хочет, чтобы мы проливали кровь людей на земле, а хочет, чтобы мы жили в соответствии с исламом, хочет, чтобы мы жили как друзья, как соседи со всеми в мире. Гостеприимная хозяйка сразу приглашает нас к столу. Традиционный чай с молоком, чак-чаком и хворостом. Татарские пироги Альбина будет печь чуть позже, к приходу гостей и мужа из мечети. У нас дома мама всегда готовила балеш, ишпишмаки. Ишпишмаки, балеш, да. Обязательно должен быть, это Курбан-Байрам. Первый день сегодня праздника. Три дня праздника Курбан-Байрам. Первый день, второй, третий происходит закалывание жертвенного животного. Из этого мяса мы готовим супы. Поэтому сегодня будет традиционный суп у нас. Тукмаш – это лапша, татарская лапша. Сегодня мусульмане молятся о прощении грехов и благополучии. Я решила отправиться в небольшой молельный дом, которым руководит Ильяс Гафаров. Здесь собираются мужчины разного возраста. Собираем много лет вместе деньги, покупаем баранов. И эти бараны, согласно Сунны, мы мясо жертвенное раздаем жителям города Магнитогорска. В этом году помощь получат 50 семей в Магнитогорске. Ну а я непременно отмечу, что главный мусульманский праздник называют не только днем жертвоприношения, но еще и днем милосердия. И, конечно, скажу, в этот день у мусульман особенно принято чтить семейные традиции, давать милостыню и помогать нуждающимся. В Курбан-Байрам принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки. Отмечать праздник мусульмане будут в течение трех дней. Байрам-Балян, Диля Дильша Дмитрий Титов и Антон Грабарев. Вести Южный Урал.